приветище это зельда слезы королевства и мы находимся на истоках нашего пути когда мы еще играли в ботву именно здесь мы встретили старикана который нас всему научил и подарил нам замечательный планер и в комментариях мне написали что есть я зайду вот в этот храм то там я найду руины храма времени он по моему не изменился каким был таким и остался даже статуя стоит в принципе куда бы она могла деться но хотя я тоже думал про ванну свою а ее куда-то разработчики убрали плата врата в стене я томлюсь водной глади ага загадка значит на плата где-то есть врата в стене и там в тени томится что-то ну давай не будем спешить и сберемся на самый верх блин дождь как всегда идет не вовремя очень не вовремя крыши скользко капец здесь у нас ждет сундучок ностальгическая ткань крепкая ткань с ностальгическим мотивом похоже ее можно использовать для планера ну-ка 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 подожди планер у меня еще не переоборудовался на эту нет значит нам нужно ее самим надеть короче вот эта ткань но делать я с ней ничего не могу видимо мне нужно в какой-то магазинчик с ателье зайти и перешить мой планер слушая это что за домик за храмом то есть вот он храм а за ним ветхий домик пойдем сходим посмотрим там куча скворечников или это фонари такие или это пасека вообще эй есть кто здесь ого ничего сидеть осада сюда не так то просто и попасть слушай короче дом полностью окружен осадными вот этими штуками о три лягушки минуточку а но это не совсем лягушки и им нужно видимо какое-то подношение что ли интересно смотри там он тоже три лягушки и вон там он три лягушки их тут просто огромная куча этих лягух и там они сидят вон в кустах спрятались ладно тюлин погнали нужна твоя помощь а нет я без твоей помощи справился дальше по дереву как можно повыше и потом спрыгиваем оба перепрыгнули тоже в этом домике скрывается от нас кто это тут ах линк линк здесь внимание враг нападает я упал я нарвался на кланы г на их перевалочный пункт обалдеть так я предлагаю короче сделать атаку получил толстый дальше 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 вот это берем он куда-то исчез он за спиной а у меня нету щита потому что с двуручным оружием блин на тебе в каску у этого чувака катана который разрезает воздух надо быть очень осторожным поэтому давай похомячим к мы нифигасе он не так достал слушай у меня же тоже есть катана крутая который воздух разрезает лови получил ответочку да чё думаешь ты один такой крутой осторожно осторожно давай отходим отходим это катана у него довольно жесткая поэтому чтобы бумеранг бы в него кинул но нет бумеранг не получится давай кинжалом попробуем тихо 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 он загорелся и у нас есть возможность его добить отвлекающий маневр сработал ништяк и он исчез так ощущение как будто я его не убил он просто в тумане скрылся а кинжальчик огонь вообще вот прям в прямом смысле огонь поджигает все подряд и сейчас мы зайдем в дом и нужно будет покушать приготовить а то у меня запасов совсем нету теперь можно зайти в дом я надеюсь нас там больше никто не поджидает отпустите меня ты кто такая я тебя уже где-то видел простите меня я сейчас же вернусь к работе смысле чё случилось что что ты прогнал бандитов клана иго что же получается я смогу вернуться домой ура портной из меня не очень но в клане иго меня заставили шить эти странные костюмы и выбора у меня не было почему именно меня почему знать они увидели мой новый наряд от сагана и наверное подумали что я разбираюсь в моде я не хочу чтобы все что я сшил попало в руки бандитов клана иго но таскать все с собой я тоже не могу а я знаю я знаю что делать старина если хочешь можешь забрать костюмы себе маска клана иго такую маску получает каждый бандит иго приглушая даже звук дыхания и отлично помогает подкрадываться но не очень хорошо защищает мне показалось что костюмы им были очень важны но я-то в моде ничего не смыслю да и я делся я так чтобы показать как сильно мне нравится одна девушка ее зовут ноба она такая милая вот она то в моде толк знает сейчас она должно быть отправилась в одну из конюшен мы с ней будто созданы друг для друга поэтому не сомневаясь нам с ней суждено встретиться вновь еще увидимся приятель желаю и тебе найти свою любовь но спасибо за маску блин мне кстати в комментариях писали что если я оденусь как клан иго то я смогу проникнуть к ним в логово что ж я так полагаю начало положено тут даже вот книжечка есть а тут вот сейчас подожди это не тайный ход ли нет это не он давай книгу почитаем погоди 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 вы смотри смотри это же я они же меня разыскивают и вот мой портрет к господи кто его нарисовал я тут похож на демона с рогами да нарисовал его такой же чувак как и этот портной который шил для них костюм а тут кстати на карте по всей видимости указано где расположены остальные части костюма эту вещь нам нужно зафоткать сейчас вот на память чтобы было что ж будем исследовать а пока прочитаем все же книжку что тут у нас читаем директива из логова осторожно секретные сведения первое сообщение научно-исследовательский отдел создал средства для передвижения в кавернах шипатор и семарто дрифт 3 это видимо какие-то машины случае поломки необходимо немедленно связаться с научно-исследовательским отделом второе сообщение полевым разведчикам следует обучиться техники геомагии дополнение техники геомагии можно обучиться только на тренировочной базе в логове так геомой а интересно я смогу обучиться геомагии что ж блин там же казан стоит лишь приготовить покушать хотел и что-то забыл и выбрался оттуда а а там чё за пещера ну-ка пойдем сходим нифига себе я предлагаю просто прокраситься мимо спрыгнули присаживаемся и крадемся и крадемся можно сейчас взять их оружие спокойно черт меня заболели бежим их слишком много прям в этот а это не пещера западня вот от меня развели я появился возле этой пещеры и все дрыхнута фига этот меня пронесло слушай там меч крутой там прямо крутой классный меч но прежде чем мы это все сделаем я хочу для чего вот это вот типа телепортнуться туда да попробуем посмотрим куда это приведет а ну понятно кони семечка и давай проваливай пока пока так значит королевский меч надо его взять как-то место к сожалению у меня для него нету нужно чет выкинуть а выкидывать я особо то ничего не хочу поэтому пускай этот меч пока полежит тут я за ним возможно когда-нибудь вернусь у меня такой уже был но он уже сломался бананы печенье я кажется знаю кто ты ты чувачок из клана иго размотать тебя что ли погоди давай мы маску наденем и посмотрим как он отреагирует так надеть ну-ка подходи не тушусь я посмотри какая вкуснятина печенье бананы а я вначале прочитал как печенье и бананы а тут печеные бананы бананы горячие печеные в сиропе моченые вкусные спелые делали руки умелые покупай торопись бананами впрок запасись но показывай нифига се у тебя 99 бананов эти бананы моя гордость и радость ну давай возьму у меня как раз съедают траблы поэтому ой а чё так дорого то очень дорого не пожалуй я воздержусь ладно надеюсь ты еще вернешься и поешь бананов в аду ах ты засранец ты меня узнал даже в маске тогда получать вот и все разобрались этим чуваком и бесплатно бананы получил правда не печеные но ничего страшного ну походу нам придется немножечко сплавится по реке чтобы попасть на ту сторону а я тут нашел корока но ничего делать с ним не буду я хочу разжечь костер и замутить печеные бананы четыре штуки в руки наверное не надо все четыре давай 22 сделаем есть печеные бананы отлично а я чуть не сдох ты посмотри на здоровье то вот это я рискую конечно давай перчиков хотя бы съедим кстати можно было же блин печеные перчики сделать они побольше здоровья дали что-то я затупил перцы тоже поток воздуха сильный создают до жареный перчик отлично и в итоге у меня остался всего один перец потому что два остальных улетели с потоком ветра наверх ледяные глыбни ледяные а у меня для вас есть огонь ну-ка потопись вот он упал я его могу взять смотри забавно и сейчас мы вот это мой перец перчик ой блин а он перец стой-стой-стой-стой там холодно не надо меня туда давай-то ну блин я его хотел в воду скинуть юноба ну ладно учитывая что он все мое здоровье похерил так ему и надо слушай у меня есть ай холодно у меня есть идея можем мы его достать при помощи не он слишком далеко у меня есть коварный план как достать перчик сейчас он вот сюда вот доплывет удариться они этого течением относят погоди а если рукой взять рукой получится нет как думаешь давай же перчик попади под мою руку я вот это рыбалка вот это я понимаю шикарно вот и мой перец ну получается я вернул два из трех а третий куда-то ушуршал блок можно поднять наверх это нам на руку значит залазим он нам поможет переправить через эту ореху можно в принципе попробуйте на дракона залететь хотя он далековато а мне вообще в принципе в другую сторону а там вышка давай к вышке мы взлетаем погнали так у меня тут сложности есть но есть одна идейка здесь очень короче жарко надеюсь ледофрукт мне поможет давай же волк есть нужно с ним разобраться и его ледяное мясо свидать получилось сырой сырой огруз да блин короче давай попробуем знаешь что сейчас минутку я возьму это мясо в руки вот здесь вот его положу и попробую в него стрельнуть льдом о вышла ништяк этот кусок мяса холодно будет меня остужать в жару то что нужно и здесь из-за того что очень жарко вообще никого нет ну кстати в тени не так жарко а вот если я на солнышко выйду то тут капец будет попробуем туда взобраться вот смотри я сейчас на солнышко вышел и все меня жарит очень сильно мне плохо смотри как я качаюсь разные стороны давай сидим кусок мяса вот это разберемся с этими чертилами один там огнем плюется но мне пофиг потому что съел сырое мясо разобрались с одним а где 2 улетел ну и хорошо улетел так улетел смотри на деревья они так и сохли от этой жары но вот это сакура здесь стоит потому что она волшебная здесь можно призвать коня сову а у меня заканчивается время против жары нужно тенек убежать срочно потому что у меня последний кусок мяса остался и было бы неплохо здесь встретить какую-нибудь животинку а подожди у меня же другие а может быть есть идея что если мы заморозим овощи например грибы так вот два гриба ай черт сам замерз короче с овощами так не прокатит только с мясом ладно чё съедаем еще кусок мяса а это кто вот тебе раз что случилось опять мы встретились приветствую дуб да где-то я уже тебя видел но не помню где имя такое знакомо по правде говоря это пусковая вышка не работает я здесь чтобы ее починить вот только лифт неисправен и я не могу подняться к месту поломки видишь вон там на цепи и крепления раньше там крепилась платформа две этих платформы уравновешивали друг друга а теперь одна из них отсоединилась и поэтому лифт не работает так я не смогу починить пусковую вышку как бы туда подняться то значит мне нужно значит мне нужно наверх я понял и оттуда уже как-то чинить своими соплями магическими так стой подожди что-то упало или мне показалось ухода вас тут дофига ну давай вот один не поможет подняться наверх тогда блок поехали а там наверху над нами ничего нет случайно вроде ничего такого все 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 мне хватит мне хватит мне хватит ну давай посмотрим что тут у нас имеется так что то должно чего-то тут уравновешивать да не у меня есть идея что если я просто потяну за вот эту штуку дальше никак ой это опасно чувак держись резко его вниз дернул давай короче попробуем контейнеры металлические зацепить а иди сюда один металлический контейнер и мне нужно в теньке держаться то я тут сейчас сгорю нафиг к цепи прицепим и должно работать ну-ка а фигово работает значит нужно по тут побольше тенька стало очень хорошо солнце скрывается и казан здесь ну и вообще шикарно надо будет покушать сейчас приготовить значит делаем вот такую приспособу из жестяных коробок и прицепим все это туда а солнышко вылезло сразу горячо стало ай 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 в тенек в тенек в тенек в тенек вот ну-ка блин криво немного взял во поехала чё все хватило давай еще прицепим блин сломался контейнер один но ничего вроде бы поднимается все равно еее это наверху здорово ты что же починил лифт ай да молодец теперь я вмиг отремонтирую пусковую вышку так давай вперед так некоторые детали приводного механизма перегрелись я заменю их на жаростойки все готово спасибо тебе за помощь без тебя я бы не починил пусковую вышку прими от меня подарок в знак благодарности морозные грибы на пару защита от жары 5 минут спасибо это очень кстати в здешней местности если твой путь лежит через пустыню тебе обязательно нужна защита от жары если от жары негде укрыться съешь какое-нибудь охлажденное блюдо это поможет на время спасибо тебе за твое знание и умение ну что давай запускать пусковую вышку ну вот и все вышка открыта теперь нам а где дракон кстати подождите минутку дракон чуть не видно дракоша ты где и вообще в какую сторону мне надо лететь то решил короче телепортнуться в святилище потому что отсюда ближе все-таки до плата лететь ну и заодно забежать и купить еще одну энергоячейку ну вот все побольше батарейки теперь еще одна ячейка и у меня полноценная батареечка будет пока искал короче клан иго наткнулся на проходимца ну понятно что это их чувак замаскированный под исследователя и он мне говорит типа ты хорошо владеешь оружием бла-бла-бла и хочешь освоить геомагию такую нифига себе первому попавшемуся и чтобы ее видимо изучить нужно испить из чаши ну я так полагаю там яд вот сто процентов там яд ну давай спьем и посмотрим что произойдет со мной ради интереса а чё за чаша ой ты глухова да я ничего про воду не говорил вступить в наши ряды то есть стать новобранцем клана иго по тебе видно что ты никогда о нас не слышал я тебе сейчас все расскажу клан иго это объединение бесстрашных и умелых бойцов под предводительством главаря коги главная цель уничтожить мерзкого героя вечно сующего носа не в свои дела никого не напоминает линк готовься к смерти блин а я хотел с чашей спить ну вот хватит прыгать от меня ой лук сломался все ты сдох потанцевали и хватит вернулся короче в форт чтобы с джоша поболтать а тут смотри два путника каких то сомнительных один здоровый такой ты кто такой джоша прости я не могу тебя принять прошу тебя я очень хочу исследовать эти проломы только представь что мы можем найти в них я немного разбираюсь в письменах за ная поэтому могу вам пригодиться слушай не ведись на него он хотя похож на какого-то тарсана но это из клана иго наверное чувачок и у него еще очки какие блатные смотри член группы по изучению за ная мог бы конечно оказаться полезным в наших исследованиях но ты уже и так участвуешь в исследовании колесных руин в деревне какарика таура между прочим это единственные упавшие руины которые так велики что их видно даже из дозорного форта так что будь добр сначала закончить свою работу а уже потом просить на другие задания но но я не могу оставаться в стороне это ведь значительное открытие связанное с историей за наи таура глава гпиз о меч не клинк а еще один желающий видимо здесь мне ничего не светит вернусь ка я в деревню кокориха оттуда я хотя бы смогу смотреть на колесные руины таура отличный парень и блестящий археолог но он просто одержим всем что связано с за наи мы сейчас ищем добровольцев для исследования каверна нам бы очень пригодилась помощь такого воина как ты конечно я помогу я же хочу этот открыть автосборщик а твои кисты мне это помогут сделать как мне писали в комментариях спасибо с тобой там будет гораздо спокойнее смысле ты со мной хочешь пойти сейчас я все тебе расскажу пойдем мне прям за тобой идти или или у меня уже задание или а где джоша привет ты чё там книжки читаешь вон читай мы идем о карте так 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 и чё делаем помнишь тот осколок да помню который я назвал осколок все в комментариях поржали на котором была фигура в кавернах нашли несколько похожих осколков осколоков а я их все собрала и сложила вместе и вот посмотри-ка у тебя получилась карта получился целый барельеф а барельеф не карта судя по нему линк таких статуй как та которую ты нашел много я обратил внимание на то как они расположены они стоят цепочкой и каждая смотрит на следующую но последняя обращена лицом к зданию в центре похоже на храм а перед зданием стоит совсем другая фигура по ее ушам видно что это представитель народа Заная и из храма ему как будто машет какая-то загадочная ладонь и что мы имеем в итоге во первых если следовать туда куда смотрят статуи в кавернах рано или поздно доберешься и до этого храма а во вторых в храме похоже находится что-то важное что создали Заная я слышала что они могли управлять неведомой силой неужели это она скрыта в этом месте но это только мои догадки так что время показать на что ты способен мечник я хочу чтобы ты нашел изображение на барельефе здания которое похоже на храм таким образом ты проверишь верны ли мои предположения если честно я сама очень хотела туда отправиться даже подготовила кучу фонарисов но мне не разрешают спуститься в каверны сказали что я слишком мала для этого ну что поделать вот держи кучу фонарис она набрала всего десяток и вот это тоже возьми спасибо фонарис и стрела лучшая комбинация для исследований каверн ой да их хватит не ну конечно стрелой стрельнуть далеко и она улетит туда куда мне нужно а когда я кидаю его своими ручками то он летит не так далеко если повезет ты сможешь и заполучить неведомую силу и собрать информацию об исчезновении принцессы спасибо что согласилась помочь мечник так неведомая сила это скорее всего автосборщик ну чё надо в каверны спускаться и следовать подсказкам статуи в каверны мы доберемся мы же можем туда телепортнуться смотри корень онисоизд а наверху святилище дзио синио то есть в комментариях говорили правду что корни находятся под святилищем и корни обзываются так же как святилище только задом наперед забавное замечание спасибо за коментик а мы отправляемся туда также на мой вопрос как же вытащить эту лошадь из подземелья мне предложили построить огроменный воздушный шар с загоном и поднять ее наверх но хочу сказать и напомнить что воздушный шар имеет прочность и слишком высоко он подняться тупо не сможет а тут очень высоко то есть максимум до чего мы долетим это до отверстия в потолке и скорее всего воздушный шар у нас сломается и мы упадем вместе с лошадью поэтому попробовать можно но сделаем мы это как-нибудь в другой раз а вот и наши статуи ради которых мы здесь значит куда они смотрят они смотрят вон туда в том направлении давай следовать им и я уверен мы приедем к храму а так вот храм я его уже вижу наверное это храм наверное это да похоже на него стой подожди а там 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 высоко так а как бы нам туда попасть скорее всего надо будет лететь а сможем ли мы туда долететь потому что снизу там куча миазмов смотри хотя суш есть что давай спрыгнем ну-ка 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 духаты пособираем там вон свинки стоят но что-то я с ними шибко драться то не хочу вон там духат очень дерзкий стоит краснючий видимо там его очень много пойдем заберем ух какое пламя целых 20 штук за раз и вот он этот храм наверное похоже по крайней мере на него старый центральный рудник наконец-то я его нашел наконец-то я до него добрался ух так а что это за поляна здесь только не говорите что сейчас здесь кто-то вылезет и он захочет меня сожрать очень страшная полянка если мы нашли центральный рудник ага а там кто-то кстати стоит кто-то трется неужели это чуваки из клана Ига ну пойдем разберемся с ними сейчас о да их тут много а нет их всего тут двое не это не чуваки из клана Ига они не похожи привет что ты здесь делаешь то есть я я имел в виду ты тоже здесь на задании многие из наших хотят сюда попасть чтобы помочь захватить ой чтобы собрать информацию для следовательской группы мы тоже часть группы как и ты посмотри что мы нашли ума не приложу что делать с этой штуковиной со светящейся зеленой надписью а еще вот эта странная статуя мы думаем что это никакая не статуя а голем но он почему-то не двигается это всего лишь мои догадки конечно мы не знаем как это все работает и немного волнуемся если мы быстро не разберемся со всем этим то у нас будут крупные неприятности да это исследователи из клана Ига по-любому а ты что скажешь что а почему ты так одет о нет кто-то еще хочет пройти собеседование так соберись ты большая молодец короче я понял из-за того что на мне маска клана Ига они возможно путаются и принимают меня за своего и частично выдают секретную информацию клана Ига но видя что у меня нет всего комплекта одежды они такие ой и начинают с темы немножечко съезжать так соберись ты большая молодец что тебя тоже направили сюда он наверняка из этой их группы по своей воле никто бы сюда не притащился ну ладно раз уж ты здесь давай расскажу тебе о текстах которые мы изучаем если они не врут эта каменная статуя может даровать нам некую древнюю силу древняя сила да это странная каменная статуя и не статуя вовсе а знаменитый голем я раздобыл описание этой древней силы в текстах говорится эта сила может тебе сохранить чертежи созданных тобою объектов она также позволит мгновенно воссоздать любой объект по чертежам получается с ее помощью можно воссоздать любую конструкцию с такой силой наш клан ой то есть наша группа сможет хорошенько все исследовать согласно текстам голем может нам ее передать как же его расшевелить то а можно вас шлепнуть нет шлепнуть его не получится угу ну ладно давай пробудем этого голема а там уже разберемся допуск допуск подтвержден он он движется доступ к реконструктору разрешен он поможет вам исследовать каверны и добывать зонары так вот так вот как эта сила называется реконструктор а не автосборщик ну в комментариях тоже об этом писали реконструктор реконструктор запоминает собранные при помощи комбикинеза приспособления и позволяет быстро воссоздать их из материалов поблизости изонаров ну произошло что-то невероятное я правильно понимаю ты только что получил удивительную силу о которой говорится в древних текстах потрясающе если это действительно так то хотелось бы увидеть как она действует на практике в тексте подробно рассказывается об этой силе так посмотрим эта сила поможет тебе сохранить чертежи созданных тобой объектов она также позволит мгновенно воссоздать любой объект по чертежам о я придумал наши машины как раз сломались и мы никак не сообразим как их починить у той что на круглом пьедестале просто отвалились колеса но та что на квадратном пьедестале совсем развалилась может быть если ты починишь ту что на круглом то сможешь при помощи этой силы восстановить и ту что на квадратном используй эту невиданную силу чтобы отремонтировать наши машины потренируйся на той что стоит на круглом пьедестале блин чуваки из клана Иго мне указывают что делать ну хорошо давай раз такие дела а вообще у меня есть какие-то чертежи давай посмотрим нет зарегистрированных чертежей так что обломить ладно попробуем восстановить все это дело ну-ка ух ты получилось ты прикрепил к машине отвалившееся колесо слушай а как они сюда добрались на этой машине как они ее вообще собрали если у них нету ультра руки как у меня ну наверное ручками как то ладно неважно теперь самое важное машина на квадратном пьедестале разбита в дребезги воспользуйся древней силой восстанови ее в мгновение ока сейчас попробуем дожили да? чуваки из клана Иго обучают меня пользоваться древней силой давай я лучше вот сюда встану чтоб видно было тебе как это все будет происходить во а что всего три ячейки памяти ну ладно давай тогда воспользуемся ей о ну круто очень круто вот это потрясающе как новенькая и так быстро на это я и рассчитывал древняя сила не подвела древние тексты не врали она существует удивительная древняя сила шеф ясненько значит это все правда а вот и босс молодцы хорошо поработали а ты с мечом про тебя я тоже не забуду да 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 не забуду как можно забыть того из-за кого я когда-то рухнул сюда из нашего логова в пустыне Герун аааа блин офигеть вот это шикарная отсылка к ботве когда мы с ним дрались мы же его реально в пропасть скинули и вот он нам припоминает это это был ты Зельда и мой заклятый враг не смогут избежать возмездия и это враг ты линк хотел скрыть свою мерзкую личину под нашей маской а я все равно тебя узнал вот мы и встретились снова и даже не смей говорить что ты не помнишь меня наши судьбы связаны навек услышь мое имя и трепещи от страха я предводитель Ига восставший из пепла КОГА КОГА Главарь КОГА Главарь клана Ига я все видел я видел как ты заполучил древнюю силу за которой мы так давно охотимся о ней говорится в очень древних текстах которые мы нашли она помогает сохранить чертежи созданные объектов а потом мгновенно воссоздает любой объект по чертежам технология которая как говорят была утеряна в стародревние времена ты жулик 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 мы тут понимаешь ли убиваемся все своими руками делаем а ты значит все в один момент получаешь эта сила по праву принадлежит достойнейшему из лидеров его темнейшеству используя эту силу мы должны были победить Зельду и положить конец твоим гадким проделкам а ты посмел увезти ее прямо у нас из под носа ты сам напросился я покончу с тобой и заберу силу себе нифигасе у тебя драндулет приготовься а и и и и и и и и